Прежде всего развернут на базе этой школы, где мы находимся, пункт временного размещения для тех, кого мы эвакуируем. Сегодня, сейчас на данный момент 35 человек. Здесь находится в доме прописано 117 человек. Но есть нюансы, потому что отдельные квартиры сдаются в аренду. Проведена работа, ну и продолжается работа по телефонному обзвону, поиску людей. Пока неизвестна судьба дома. У нас сейчас задача – это спасательные работы проведения. Первая задача, самая главная. Вторая задача – это размещение людей. Здесь в пункте временного размещения организовано питание горячее. Здесь работают психологи, работают службы. Во-первых, маневренный фонд есть, есть социальные центры, есть муниципальная наша гостиница «Север». То есть у нас никто на улице не останется. И в ПВРе никто не останется. Здесь мы рассчитываем всех в нормальных условиях людей разместить. Твердо могу сказать, что непосредственно пострадавшим 100 тысяч сейчас у нас есть правовая база. Но дальше мы будем работать. Вполне вот, мы от этого начинаем. Непосредственно пострадавшие – это те, кто решили с квартир, да? Да. Без специальных каких-то документов такую сумму мы дадим. Будут ли инициированы какие-то дополнительные проверки газифицированных домов в городе? Вполне возможно. Сначала мы должны получить ответ о причинах. Пока официальных каких-то заявлений, отчет я не знаю. Продолжение следует...